МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Опинуться однозначно и без сбережений, и без жилья. Або нарваться на долгобуд и годами быть уподвешенным, станет, чекающий, когда удастся уехать в оплоченную квартиру. В этой ситуации опунулись тысячи белорусов, подманутые на строительство. Но недавно этому небыто был покладен конец. У РАД принес законы, которые должны были раз и назад заликвидовать массовое махлярство в строительстве жилья, а долгобуды были и персонально размеркованные помещенниками с широкими полномодствами безуна и перника в отношении к забудовникам. Однако это решило решить проблему на сам речь. В нашем расследовании мы выявили новые схемы по помощи, которых недобросумленные продавцы «Кватер» протягивают, ошукывают людей. Среди узкосных выгодотримальников мы нашли и респектабельных буйных бизнесовцев и людей с ближайшего отношения Александра Лукашенко. Эта передача давайте разбираться. С вами Вольга Ратмирова и Сеня у нашем выдании. Было понятно, что дом, который находится на контроле в Мингорисполкома, долгостроен, был во всех новостях. И совершить там какое-то преступление, ну, наверное, решится только не очень дальновидный человек. Ну, я посижу пять лет, освобожусь, уеду в другую страну и начну там бизнес. В итоге кто-то сел, кто-то сбежал, кто-то из фигурантов погиб. Деньги гражданам не вернулись. Этот дом по улице Придыска начали строить в 2007 году. Проект «Монолит» был различен на 461 квартиру. Забудовщик «Терабудинвест» продавал квартиры в этом доме по три, даже четыре разы разным людям. И таким образом под ману упал тысяча человек. Квартиры в спальном районе у кроковой доступности от метро разыходились охотно. И уже просто два года после старта строительства стало понятно. Забудовщик начал продавать одни и те же квартиры по другим, по третьим и навод по четвертым крузе. Розным покупникам. «Терабудинвест» создал, и учредители застройщика создали параллельную компанию. И в одном и том же доме одни и те же квартиры продавали как официальным дольщикам, так и привлеченным людям по сниженной цене. И одну квартиру продавали три-четыре раза, два раза. Скандал всплыл. З материалу криминальной справы стало вядомо. Забудовщик таким чином подманул больше за 500 человек. Огульная сумма шкоды склала больше за 20 миллионов долларов. Замахлярство керавники «Терабудинвест» отримали от четырех до девяти годов по избавлению воли. Але вернуть гроши, а шуканым дольщикам это не допомогло. Рахунки компании уже были пустые. В итоге кто-то сел, кто-то сбежал, кто-то из фигурантов погиб. Деньги гражданам не вернулись. После этой справы белорусские улады сделали шерох заходов, которые должны были целиком выключить возможность забудовника продавать одну и ту же квартиру по несколько раз в разные руки. Было принято решение, что договора долевого строительства регистрируются в соответствующем исполкоме. Если на него, на эту квартиру уже есть договор долевого, то второй договор долевого зарегистрирован ни в коем случае не будет. Однако, не глядяши на это, в худшем часе аналогичную махлярскую схему провел уже подрядчик «Терабудинвест» фирма «Копинбуд». Однако, чему такие заходы улада опинились неэффективными, а спрут подвоенных продажей у квартиры в певном часе стал убийцем белорусского рынка нерухомостей. Как подсказать на это вопрос, мы отсочили одну такую историю, а, добывавши певные документы, вышли навод на особистую лекарку Александра Лукашенко, что связывает Светлану Коношенко с финансовым махляром по нерухомости и чему респектабельные буйные бизнесовцы сплочивают по пазыках махляра, которые сейчас сидят за кратами. Но я бы всем по парадку. Под нашу увагу, произошел наступный скандал с перепродажами. В 2016 году Валерия Шевчик решила купить квартиру по адресу Смарговский тракт 9. Будовничество близилось до финала, и свободных квартир забудовщика «Белбуд» уже не было. Знайомая Валерии пора было вернуться до подрядчика «Копенбуд», который выполнил работу на этом объекте. Квотеры в этом доме подрядчика получил стоимость оплаты будовничных работ. Изначально мы оказались на самом объекте, который был незаконченным строительством, смогли посмотреть, потрогать квартиру, что это, что мы покупаем. В офисе Валерия подписала домову с Андреем Краутшинком, который представился властником компании и с директором Михаилом Барсуковым. Папера имела назву «Домова обномеры купли-продажу объекта нерухомости с задатком и расторминовкой выполнения обовязки». Такая, по-первых, не подлежит обовязковой регистрации в Менгровыконкаме. Но это Валерия юриста по эдукации Низбентежила, потому что объект, признанный Долгобудом, опынулся под контролем Менгровыконкам. Дом, который находится на контроле в Менгаре с полкома, Долгострой, он был во всех новостях. И совершить там какое-то преступление, ну, наверное, решится только не очень дальновидный человек. На рахунок Копенбуду женщина перелечила больше за 40 тысяч долларов, а про спаугады в лютем 2017 года доведалась. А кроме ее, еще несколько покупников перелечивали за эту же квартиру грошу Барсукову и Кравченко. «Была создана в группе Вайбере дольщиков, и люди просто писали, кому какая квартира принадлежит. Ну, просто переверяли списки, я вижу, что под номером моей квартиры числится другая фамилия». Дольщики начали свертаться в правооховные органы, а лево избуджение криминальной справы им отмолвали. Расследования по Кравченко и партнерах начали только в студии 2018 года. Каб вывезти скраденые гроши с рахунку Капинбуду, Кравченко скликал так званые сходы засновальника у складе самого собей и выдавал собей и Барсукову пазики. Потом гроши на явкой сдымались в банку. Таким чином Андрей Кравченко на протягу 4-х годов користался высшей названой схемой для вывода грошей с кишенью Беларусу. Мы нашли белого директора Капинбуду и такого же белого сябра Андрея Кравченки Михаила Барсукова, який так само проходил по справе, однако закрати не трапил. С Кравченко познакомились в ВК-1. А что такое? Из правительной колонии 1. Мошенничество. Как я понял, у него было 209 статья мошенничество. Он вышел, встретились, пообщались. Говорят, я знаю, нормально, давай поработаем. Ну и все, начали работать. Приобрели организацию на тот момент, еще лицензии должны были. Вот, как Михаил Барсуков тлумачить, куди трапляли гроши Дольников, який он сдымал наявкой в банку. Обычно это как надо заработную плату выдать рабочим. То есть снимись, вот за этим, там бухгалтерия подготовит документы, надо заехать снять. Как бы я заезжался, ну, снимал и при все ему как бы отдавал. То есть это, ну, и он уже дальше распоряжался, не знаю. То есть, ну, обычно люди приезжали уже рабочие, которым, ну, как бы, реально нужны были деньги, он раздавал там. Как там, что дальше. Ну, никого. То есть все финансовые деятельности, все он как бы вел сам, потому что и никого особо не ставил в известность. Я ж не начислял за руку. Мое дело было приехать снять, отдать все. То есть я, ну, как бы, я ж не занимался раздачей и начислением там, чем как, то, что там начислял, это не мое, ну, то есть не мое дело было, это дело Кравченко и бухгалтерии. По-реште-реште Кравченко отримал 10 годов турмы. Однако, фактичные интересы громадян не были оборонены навод после присуду. Худка будет два года, как махляр за кратами и где пятый год, как их веры застаются ни с чем. Четыре года мы пытаемся добиться хотя бы рубля. Ну, хорошо, что я как-то смогла получить. Кто-то потерял 250 тысяч долларов, кто-то 100 тысяч долларов, кто-то потерял последнее денежное средство. Куда поднялся львиная доля злочинно нажитых активов. Опынулось, что маемость под реализацию у Кравченко есть. Под час своей деятельности Кравченко был то владельником, то директором разных будовничьих фирм. Копенбуд, Максгарантбуд и Бинар Инвеста. Опошня будовала еще один объект – офисный будинок у Азеричи. В 2014 году кадастровый кошт недобудованного объекта оценивался, прикладно, в 2 миллиона 200 тысяч долларов. После пресуду и кволой праце судовых выконавцев, которые так и не реализовали, навод уластный коттедж Кравченко, и за 150 тысяч долларов потерпелые раптом отримливают информацию. На офисный будинок мая свои планы фирма, якая навод не фигуровала у якости потерпелой под час суду от рук Кравченко, а сегодня она раптом претендуя на офисный центр. Для нас стало неожиданностью, что этот объект оказывается профинансирован третьими лицами. Заявляется застройщик Макс Гарант Строй, который не писал никаких заявлений, его учредители не считали себя потерпевшими от рук Кравченко, хотя по решению экономического суда ему продали за 800 тысяч долларов свою долю в основном фонде ООО «Макс Гарант Строй». Начинается судебный процесс снятия ареста. Я пытаюсь понять, а как так, потому что в рамках суда была информация, что «Бинар Инвест» финансировала строительство этого объекта, был некий договор, имелись работники. «Макс Гарант Буд» – это была фирма Кравченко. В 2017 году она оформила на ее будованный офисный центр в Озерисче. Когда на Кравченко начали поступать заявки в милицию, то и худенько продает «Макс Гарант Буд» с всей майомостью Ивану Дубкову, с обмежеванной отказностью, а ведь и иншуранс с властниками у Латвии. Кошт продажу символичнее 5 тысяч долларов, хотя на самой фирме висел объект кадастровым коштам больше за 2 миллионы долларов. Дубков свою дотычность до той сделки отмолвая. Этого я не помню, а отношений у меня с ним никаких не было. Он пытался через меня продать квартиру. Даже не одну квартиру, а две квартиры в свое время. А вот был и партнер Кравченко эту сделку памятая. Насколько мне известно, он выкупил «Макс Гарант», а потом перепродал именно конкретный инвестор. Насколько он мне говорил. То есть он перепродал «Макс Гарант» инвесторам. То есть учредителями стали представители инвесторов. Здесь разные договоренности могли быть. Он мог получить и наличными денежными средствами. То есть он мог за 5 официально продать, а получить какие-то в виде отката или чего-нибудь такого в сумму денег эквивалентную кадастровой стоимости. Колеб Кравченко продавал сам дом, пришлось бы его оценивать в ответственных агентствах и оформить его за 5 тысяч долларов не отрималось бы. А и он продал юридичную особу, которой належал дом. Это позволило формально избавиться и от дом, и от выплаты податков. В раз в месяц дубков латвийцы продают свою частку сопроводным бенефициарам – фирме «Фортсити» и «Брайляну» за миллион двести с лишним тысяч долларов. Продажа доли в компании, на которой числятся дорогостоящие активы, произведена за какую-то номинальную цену. Не за реальную цену, а за номинальную. Вполне вероятно, что такой ход был сделан с той целью, чтобы уйти от налогов. И, соответственно, в будущем по инициативе той же налоговой такая сделка может быть признана мнимой. Также сами граждане пострадавшие, которые имеют непосредственный интерес, могут обратиться в суд с тем же требованием о признании такой сделки недействительной. Но мало того, что злоумысленники заблытали схему самыми, выражение пытания об компенсации дольникам ускладняется невытломочальной пассивностью следства, подтверждают потерпелые. Я объясняла следователю, как созвониться в Вайбере с свидетелем, который находится за границей и не может ответить по обычной связи. И каждый раз я приходила и начинала свою историю рассказывать снова и снова. У потерпелых склалось уражение, что следство было просто незатекавленное – отсочить схему до конца. Про то, как сам Краученко поводил себе на допытах, расповедая был и директор Копинбуду Михаил Барсуков. Смеялся, улыбался. Следователь говорил, что он, когда следственные действия там допросы был, он говорит, ну я посижу пять лет, освобожусь, уеду в другую страну и начну там бизнес. А выгодно – это перед всем компанией Фордсити. Если б будинок продали хотя бы повод для кадастрового коста, то гроши имело бы купить и на вертание долгого Фордсити и на компенсацию большиня подманутых дольников. Но Фордсити, видимо, не хочет гублять миллион долларов выгоды и отриманных на этой сделке. Тем более, что неведомо, какая частка этой грошей может належать Краученко. Ну я думаю, что около миллиона долларов у него точно есть. Один бы он не вывел, так, понятное дело, через кого-то он это делал. Но не через меня, да. Если бы меня об этом не было, поверьте. Угодниками Фордсити до листопада 2020 года изъявлялась латвийская компания «Стелла Инвестмент», которая в свою чергу належала Сергею Мезенцеву и Михаилу Калёнову. До речи «Стелла Инвестмент» и та самая авиатиншурнс, на которую Краученко переоформил «Макс Гарантбуд» за пять тысяч долларов, была у угодника фирмы «Экспресс Акцепт». Эта фирма належала Мезенцеву, Вадиму Величке и гражданину России Евгену Прыстрому. С конца 2020 года в Фордсити володают Калёнов, Мезенцев и Величко на упрост. Сергей Мезенцев, помощник Велички Дмитрий Аэров и сам Вадим Величко, объединенные компанией «Остинвестментс». Еще одним совладельником является Майкл Эдж, представник юридической фирмы, чьи клиенты, которые володают офшорными фирмами, подавленных ФБР, были утягнуты в широких сделок по отмыванию грошей. Вадим Величко – белорусский бизнесовец, который владеет компанией «Профит Систем» по перепроцованию дробнотоварной драуниной и основательной Республиканской лесопромысловой ассоциации. Прыстром Евген Марьянович – челец совета директоров АТКБ «Златкомбанк». Доля акций – 10%. Что осталось нежным в 2018 году, Банк России избавил «Златкомбанк» лицензии за то, что руководство банку систематично принижало величину приманы кредитной риски. Про совести Андрея Кравченко за пошлем рассказывает былый директор «Копинбуду». Я так понимаю, все решения по «Фортсити» принимал Евгений Марьянович. Потому что он все время говорил, я поеду к Марьяновичу обсужу, я знаю, что влиятельный в городе человек. Итак, как видим, компания, которая стала кончатковым выгодоотримальником, связанная с вплывовыми людьми. Однако для замоцования своих прибытков они вышли на еще больше высокие колы. Сейчас «Фортсити» в постоянных судах супер подманутых клиентов за офисное помешкание. Что отметно, подчас ареста Кравченко, именно ведомство «Фортсити» давало бескоштовно офисы, бинар инвесту, а потом раптом выросла взять пазы Кравченко на себя. Но деньги вертают не всем, а только вплывовым особам. Например, Светлане Коношенце, особистому лекару Александре Лукашенко. В 2016 году косметологический салон, которым Светлана лечится с Саула-дальницей, дала в долг Кравченко 150 тысяч долларов. «Фортсити» пазыку вернула. Мы поговорили с свояшницей Светланы Натальей Кизик, которая является с Саула-дальницей фирмы особистого лекаря Александра Лукашенко, и доведались, на каких условиях Светлана давала грошу в долг Кравченко. Эти всем ожидающим выдаются такие пазыки от элитного косметологического центра. Скажите, а у вас можно в долг взять 150 тысяч долларов? Вы знаете, подряд всем нет. Такие люди должны быть. Ну, те, за кого поручаются. Каждые вопросы разбираются по-разному. Вернули или не вернули эти деньги. Это наши внутренние дела. Частично вернули, частично не вернули. Это наши дела уже, которые мы разбираем в суде на уровне ликвидации предприятия. Таким чином, пытанию до Кравченко от могутных кредиторов становится все меньше. Мы вернулися по комментарию Фортсити. Але по судности нам не отказали они письмова, а не офисе. Знаете такого человека? Не знаю, кто такой Кравченко. Андрей Кравченко. Да, я знаю. Я сейчас немножко просто занята. Я не готова была к встрече с вами. В развитых странах проблема подманутых дольников уже давно не существует. В Великобритании, например, эту проблему выросли еще в 19-м ста годе. Все риски в подобных ситуациях там берет на себе держава. Эта система отримала назву «Титул Торренса». То есть государство проводит эту сделку, оно же его страхует. Если выяснится, что некие мошенники плохо поступили с предыдущим владельцем имущества, новый собственник об этом даже, наверное, и не узнает. Потому что его права, повторюсь, незыблемы. А государство компенсирует пострадавшему сумму справедливо и незамедлительно, прям так прописано. А потом уже само разбирается с мошенниками. «Титул Торренса» так же действует в Австралии, Канаде, Сингапуре, Новой Зеландии, Доминиканской республике и даже в соседней Эстонии. Подобные системы работают так же в других странах Евросоюза и в США. Итак, что мы выяснили по результатам нашего расследования? После введения в Беларуси широких новых законов, однако будильничество нерухомости могло быть значительно тяжелым. Однако шуканства протягиваются. Выконывают их так называемые «камикадзе», которые понимают, что вынеку сядут в тюрьму, однако идут на это, различающие выйти на волю богатыми людьми. Боистотная частка накраденная перетворяется у актива, которые потом про завшорные прокладки переводятся на вплывовых бизнесовцев. На заходе в таких ситуациях державы спрошат целиком компенсуя шкоду всем потерпелым, а потом уже сама вымогает компенсацию от злочинцев. При этом улады вымушают потерпелых шукать скраденные у их гроши самостоянно, судяясь с новыми уже небыто добросумленными уластниками. У опошних же топовые корпоративные адвокаты и связи на самых верхах улады. Таким чином подманутые дольники годами оббивают пороги разных ведомств, а скраденные у их гроши идут на усбогащение махляров и связанных с ними делом. Новое расследование Белсату в программе «Давайте разбираться». Вы можете посмотреть так само на Smart TV и в группах Белсату на Ютубе и социальных сетках.